Началась самая длинная война в истории Российской империи почти сразу после вхождения в состав державы Закавказья, прежде всего Грузии. Из-за этого пришлось включать и Северный Горный Кавказ. На первом этапе против Чечни, Дагестана, черкесских племен воевал герой Бородина, генерал Нермолов. Воевал достаточно успешно, но горцы ответили газоватым, священной войной. Боевые действия затянулись почти на полвека. Главным противником империи был имам Шамиль. Даже после тяжелых поражений он перегруппировался, собирал новых сторонников. Перелом наступил, когда Александр II отправил на Кавказ своего друга князя Борятинского. Он политику переменил. Александр Иванович нашел контакт с местными старейшинами, он строил дороги, помогал и вообще хорошо понимал восточный менталитет. В итоге союзников у Шамиля становилось все меньше. Дело довершило оружие. Борятинский с армией планомерно преследовал имама и загнал его в высокогорный аул Гуниб. После тяжелого штурма, в котором участвовали 16 тысяч русских солдат, Шамиль сдался. Борятинский сохранил жизнь имаму и его семье. В этом был и гуманизм, и практическое соображение. После убийства религиозного лидера Кавказ поднялся бы с новой силы. Но вместо этого Шамиля отправили в Москву и Петербург, где встретились со всеми почестами. К имаму отнеслись как к главе покоренного государства. Шамиля определили в Калугу, выделили пенсию. Мятежный горец еще долго в письмах благодарил за это князя Борятинского. Но покорение Кавказа на этом не закончилось. Шамиля вместе с ним Дагестан и Чечня сложили оружие в 1850 в этом году. Но еще пять лет русская армия воевала с черкесскими племенами, жившими в западной части Кавказского хребта. Им всемирную поддержку оказывал мощный друг Османской империи. Князь Борятинский и здесь предложил план, который включал не только тотальную войну. Поэтому замысл черкесов и дружественные им племена переселяли на плоскости, с гор, там где те могли вести активную партизанскую войну. Второй вариант. Черкесы могли выбрать вместо этого перейти в виде на верную Турцию. Благо султан был не против. С ним и во всем договорились. После пары лет решительных боевых действий сопротивление черкесов было жестоко сломлено. Параллельно шло заселение территории казаками. Так в Закубании появились казачьи станицы. Как только боевые действия закончились, отказавшихся переселяться на плоскость черкесов сгоняли к побережью Черного моря для того, чтобы усадить на корабли и отправить в Турцию. Но черкесов, абхазов, абазинов было слишком много. Так что, увы, переселение их за море стоило тысяч жизней. На корабли их брали только турецкие капитаны, набивавшие суда до отказа. Остальные боялись болезни. В самой Турции вновь прибывшим тоже оказались не очень рады. Сажали в карантин. Откуда выбраться было тяжело. Черкесское переселение унесло жизни очень многих людей. А русская армия 21 мая 1864 года провела парад в урочище Кбаада. Сейчас село Красная Поляна. Провели парад и молебен в присутствии нового главнокомандующего войсками на Кавказе великого князя Михаила Николаевича. Шамиль одним из первых поздравил Борятинского с завершением долгой войны. Полководец в это время уже вышел в отставку. Кавказ на время обрел покой, но большой ценой. В сражениях и стычках, в переселениях и в плену погибли сотни тысяч русских игорцев.